Меня уже давно мучил вопрос, что интересного можно связать за переднюю стенку петель. И я решила применить метод для вязания бантика. Получился красивый бантик с отличительным узором из тонких полосок между рядами. Маленький бантик, помимо того, что вяжется очень быстро, еще и универсален. Украшайте бантиками одежду, прически игрушек, декорируйте подарочные упаковки, создавайте заколочки для волос. Или используйте как галстук бабочку для вязаных игрушек мальчиков. Предельно простое описание и невероятно красивый бантик в результате. Все, что понадобится, это пряжа и крючок. Причем под это простое описание бантика подходит пряжа любой толщины. И еще нужны незаменимые помощники, ножницы и гобеленовая игла. Наберите цепочку из воздушных петель. Я набираю цепочку не считая петельки, а обожаю вязание крючком без подсчета петель. Напишите в комментариях, есть ли среди вас любители интуитивного вязания, когда не нужно считать петли. Связала цепочку из воздушных петель. Ширина бантика определяется длиной сложенной пополам цепочки. Чем длиннее цепочка, тем крупнее вязанный бантик. Продолжим вязать бант. Начиная со второй петли от крючка, провяжем ряд столбиками без накида. Я вяжу за внешние петли цепочки, но этот момент не обязательный. Провязывайте петли цепочки так, как вам удобно, как вам нравится. Первый ряд провязали. Дальше два варианта вязания. Первый вязать бантик поворотными рядами. И второй вязать по кругу. Я не хочу тратить время на сшивание краев, поэтому буду вязать льды по кругу, замыкая каждый ряд. Делаю соединительный столбик. Одну воздушную петлю. И начиная со следующей петли, вот петелька, в которую сделала соединительный столбик. А это следующая. В нее провязываем столбик без накида за заднюю стенку. Хотите, вяжите за обе стенки. Мне хочется видеть на бантике узор в виде тонких полосок между рядами, поэтому предлагаю и вам вязать за заднюю стенку петель. А еще попробуйте связать бантик полустолбиками с накидом или столбиками с накидом. Полотно будет выглядеть по-разному, в зависимости от способа вязания. В конце замыкаю ряд. Шов после замыкания рядов скроем под обмоткой. И это приятный момент в вязании бантика. Можете вязать по спирали, тогда шва не будет. Но линии, образуемые передними стенками петель, тоже пойдут по спирали. И это будет заметно на готовом бантике. Следующий ряд. И все остальные ряды вяжите как второй. Столбиками без накида за заднюю стенку петель. Количество рядов определяйте сами, в зависимости от того, какого размера хотите связать бант. Довязала ряд до конца. Для моих целей достаточно трех рядов. Так вот быстро и просто вяжется бант крючком. Нитку обрежьте, но оставьте длинный конец около 20-30 сантиметров. Сначала соединим полотно в этой точке при помощи начального конца нити. Этот короткий конец спрячем под обмоткой. Сделаем несколько витков. А теперь приступим к основной обмотке. Берем длинную нить и мотаем по центру полотна. Превращаем его в миленький бантик. При помощи иглы закрепите и спрячьте конец нити. Кстати, длины конца достаточно, чтобы связать завязки, если планируете использовать бантик как галстук-бабочку. Наберите цепочку из воздушных петель. И со второй петли провяжите полустолбики. Затем из основания наберите еще одну цепочку для второй завязки. И эту цепочку тоже провяжите полустолбиками. У меня конец нити короткий, поэтому сделать цепочку не удалось. Но, надеюсь, вам понятен принцип создания завязок. Даже такие короткие провязанные цепочки могут сыграть декоративную роль. С лицевой стороны они выглядят как свисающие концы завязанного бантика. Вяжите уникальные бантики, используя простые приемы. Например, до обмотки сделайте обвязку по краю нитью другого цвета. Или вяжите полосатые бантики. Напишите в комментариях, каким способом связали бантик и какой вариант вам нравится больше. Рада, что заглянули на мой канал. Подписывайтесь. Я вяжу новую игрушку и готовлю по ней мастер-класс. Поэтому оставайтесь со мной, чтобы не пропустить новое видео. Всем пока!